Бюджет 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 За последние годы из 600 миллиардов долларов резервов ухнули борьбу с кризисом 250 миллиардов, но по многим направлениям не стало лучше, а стало хуже. Наша точка зрения заключается в том, что правительство Медведева, это либеральный финансо-экономический блок, талантливо и цинично загоняет страну снова в лихие 90-е, когда спекулянты определяют характер развития нашего производства. Спад производства во многих отраслях уже превысил 5%, по ВЛП вложения тоже крайне трудно, и при таком финансо-экономическом курсе из ситуации не выбраться. Из кризиса 2008-2009 года наша страна в целом и мир пока не вышли. Американцы вкачали в рынок почти 3 триллиона бумажных денег, но положение не стало лучше. Я недавно прочитал очень любопытную фразу, что сегодня финансовый рынок в мире и экономика напоминает неповоротливого динозавра, который может рухнуть от любых стрессов, а их сегодня на планете очень много. Ответ наш один. Сегодня мы представим целый ряд законопроектов, инициатив. Надо вкладывать деньги в развитие, в развитие экономики, в развитие промышленности, в развитие села, в развитие науки, образования, медицины. Об этом очень ярко и убедительно недавно перед молодыми талантливыми людьми в Сочи говорил президент. Но когда я свараю в него его высказывания и пожелания, довольно ярко и убедительно, с финансо-экономической политикой, которую проводит наше правительство, то они дементрально расходятся. Например, у нас 9,6 триллиона рублей пока не задействованы. В основном они хранятся в иностранных банках. Но если посмотреть, каким образом собираются использовать эти деньги, опять прятать в иностранных банках и галять полностью свое промышленное производство и социал. В этой связи мы предложили реально целый ряд сделать конкретных шагов, и это закрепить непосредственно в бюджете. Если взять экономику и финансы, из 9,6 триллиона рублей, значительная доля должна быть направлена на промышленность, село, на поддержку всей социальной сферы. Образование в место ЕГЭ, которое готовит дебилов в основном и малограмотных людей, вложить средства образования и принять наш закон образования для всех, которые гарантируют каждому, вплоть до высшего бесплатного образования и первое рабочее место. Медицина стала для большинства очень дорогой и недоступной. Мы считаем, надо увеличить, удвоить финансирование медицины и обеспечить доступность каждому человеку. ЖКХ, этот новый налог на капремонт, это просто вызов всей общественности. Немедленно надо заморозить этот закон и принять наше предложение 85% за счет государства, 15% за счет граждан. Что касается пожилых людей, они должны быть освобождены от этого налога. И ЖКХ не должны превышать 10% семейного дохода. Что касается цен, мы подготовили прекрасный закон о торговле. Он гарантировал нормальное соотношение цен и товаров в зависимости от того, кто производит и кто должен получать конечную выгоду. Дети войны. Мы снова на первых заседаниях внесем этот закон. Нужно всего 140 миллиардов для того, чтобы 12 миллионов тех, кому Гитлер спортил все детство, получили необходимую поддержку под старость. 2 триллиона рублей нашли банкирам, но 140 миллиардов никак не найдут детям войны. Мы считаем, что крайне важно вернуться к закону о земельном налоге. Некоторым притащили жировки, вчера платили тысячу рублей, сегодня требуют 15-20 тысяч. Это полное безобразие. В стране 41 миллион гектаров заросли бурьяном, вместо того, чтобы своим гражданам дать по 50 соток или гектара, для того, чтобы он обрабатывал и мог построить там себе нормальную садьбу. И даже те, кто сегодня имеет 6, 8, 10 соток, обложили дополнительным налогом. Короче говоря, у нас есть реальная программа, и мы в состоянии ее реализовать. Она будет внесена на первых заседаниях нашей Государственной Думы, которая приступит к работе на следующей неделе. Жертвами, главными жертвами проводимой политики правительственной являются, прежде всего, граждане нашей страны, наиболее незащищенные слои населения. И, к сожалению, таких людей становится все больше как по официальным данным, так и по исследованиям российских ученых. Еще недавно мы оперировали данными Росстата о том, что бедных в нашей стране 18 миллионов, и это составляет 12,5% от общего числа населения. И вот появляются новые данные той же организации. Почти 16% уже, и в абсолютных цифрах 23 миллиона сограждан наших, граждан Российской Федерации, уже отнесены к числу бедным по официальным таким образом данным. Но еще несколько лет назад Институт социологии Российской Академии Наук провел свои исследования и наглядно показал и доказал, что речь идет не о каких-то 12%, а примерно о 30% населения нашей страны. Если сегодня Росстат дает увеличение на 4-5%, соответственно, сами понимаете, что и по данным социологии, по данным других, другого рода исследований цифра увеличится еще более значительно. Почему мы сталкиваемся сегодня с такой ситуацией? Да потому что сама экономическая модель, господствующая сегодня в России, показывает свою неэффективность. Не только в 90-е годы наблюдался спад по многим отраслям в лихие 90-е, как теперь принято договорить, но и последние 10-12 лет тоже были связаны с дальнейшей деградацией многих отраслей российской экономики. С одной стороны, за этот период вроде бы был рост национального богатства на 3%, но если посмотреть, что кроется в этих цифрах, то реальный большой рост в 6 раз был только в связи. Действительно, сотовая связь развивалась бурными темпами. Что же касается ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, то по многим из них снижение в 2-3 раза, в 2-3 раза, не на 2-3%. Поэтому вот в сумме получается 3% роста, но ситуация крайне тревожная. Она могла бы быть другой, если бы парламентское большинство, правительство и власть в целом прислушивались к нашим предложениям. Нам потребовалось 4 года для того, чтобы доказать необходимость принятия закона о промышленной политике. Теперь он принят, это один из наших успехов, успехов нашей фракции, но, к сожалению, он начинает работать в условиях, когда экономический кризис усугубляется, санкции против нашей страны объявлены, правительству еще предстоит принять целый ряд подзаконных актов, только тогда этот документ начнет работать в полную силу и, соответственно, он не успел послужить делу подготовки к тем испытаниям экономическим, социально-экономическим, в которые Российская Федерация вползает сейчас. К сожалению, мы вынуждены говорить еще и о том, что в этой сложной ситуации, когда число бедных увеличивается, когда многие отрасли задыхаются от отсутствия государственной поддержки, правительство занимается тем, что фактически изыскивает средства на углубление и без того социально-политический расколотого российского общества. Примером таких действий стало утвержденное 15 августа этого года распоряжением правительства номер 1561-Р концепция государственной политики по великовечиванию памяти жертв политических репрессий. Если читать документ невнимательно, то за вроде бы такими позитивными фразами о необходимости формировать деятельный патриотизм, о том, что необходимо создать условия для инновационного развития страны, я цитирую, о том, что необходимо развивать интеллектуальный и духовный потенциал личности, по сути дела предлагается опять учинять разборки с нашим прошлым, причем авторы прямо говорят, о каком конкретно историческом периоде они ведут речь. Опять-таки цитат «Осознание трагичности общественного раскола, повлекшего за собой события 17-го года, гражданскую войну, массовые политические репрессии и так далее». Что конкретно предлагают авторы этой правительственной концепции? Предложения тут много. Повторяю, здесь они прямо говорят о том, что значительная часть средств должна быть бюджетных. Предлагается издавать в частности литературу соответствующей тематике, учебные пособия не только издавать, но и внедрять их в школу, в образовательный процесс. Предлагается также обязать музеи государственные соответствующим образом пересмотреть экспозиции, посвященные советскому периоду времени. Я хочу напомнить, что в 90-е годы мы сталкивались уже с подобной ситуацией, когда после Ельцинского кровавого переворота были назначены губернаторы. Среди советников у них появились и советники по культуре, которые уже тогда заставляли краеведческие музеи свернуть экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, посвященные индустриализации, посвященные другим периодам, и заполнить это пространство, освободившееся давными о политических репрессиях, о ГУЛАГе, обо всем остальном. На самом деле, я еще раз подчеркиваю, что кроме провоцирования дальнейшего раскола, такая концепция в обществе ничего не несет, потому что если одни начнут говорить об этих репрессиях, то у других есть все основания говорить о репрессиях, связанных с участием большого числа людей в Первой русской революции. Есть повод напоминать про Столыпинские галстуки, есть повод напоминать про тех ссыльных, которые отправлялись в XIX веке в Сибирь и на Дальний Восток. И так можно дойти до казненных царскими властями Пугачева, Разина и многих других. Если учинить сегодня разборки на эту тему, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я хочу, чтобы все вы, еще раз, кто, может быть, невнимательно в свое время познакомился с обращением Геннадия Андреевича против антисоветизма и русофобии, еще раз к этому документу обратились. Вся необходимая аргументация о том, что любые выпады против советской власти, против Советского Союза, против достижения советской эпохи, оборачиваются еще и русофобией, приведены там наглядным образом. И мы с вами с этим сталкиваемся каждый день. Попытка еще раз новый виток антисоветизма и русофобии закрутить, сейчас имеет место в связи с тем, что впереди 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Вместо того, чтобы оценить в полной мере на фоне этой даты достижения советского периода, нам предлагается сосредоточиться вокруг писания Солженицына, вокруг других тем. И повторяю, что на наш взгляд, лучше было бы, если бы правительство занялось решением того большого объема социально-экономических проблем, которые по-настоящему являются кричащими. Уважаемые коллеги, политический сезон открывается большими региональными выборами, более 50 миллионов граждан придут на избирательные участки. И летняя пора для КПРФ была активным порой законотворчества и представления наших предложений в общенациональную повестку дня. Геннадий Андреевич уже высказался по поводу ключевых наших предложений. Что нас тревожит, к сожалению, лето-летом, но политические дискуссии, политические дебаты в этот период выродились, я говорю про региональные средства массовой информации, постоянное обнимание губернаторов с бабушками, но не обсуждение ключевых проблем, которых эти бабушек волнуют, не только бабушек, но и всех наших избирателей. К сожалению, мы предкладываем очень большие усилия для того, чтобы обсуждали содержательно в ходе выборной кампании те проблемы, которые в обществе, но пока информационный ресурс региональных СМИ заточен на вот эти постоянные встречи губернаторов и освещения этой деятельности. Вы получите все несколько раздаточных материалов, они будут выданы нашими коллегами, и мы представляем те вопросы, которые КПРФ обсуждала, настаивала, отрабатывала и будет настаивать на принятии в ходе осенней сессии Государственной Думы. Эти вопросы получили поддержку и законодательные инициативы в ходе многочисленных встреч наших кандидатов в депутаты с избирателями. Мы внесли в этот летний период целый ряд законопроектов. Прежде всего, законопроект о реформе здравоохранения, о необходимости утверждения минимальных стандартов здравоохранения и неснижаемых показателей финансирования здравоохранения. Геннадий Андреевич об этом говорил. Геннадий Андреевич и целая группа депутатов фракции внесла проект о запрете уничтожения санкционных продуктов и раздаче этих продуктов малоимущим. Мы надеемся, что решение будет принято в осеннюю сессию. Мы внесли проект закона о прекращении теневого финансирования партии. К сожалению, ситуация показывает, что офшорные компании финансируют самую главную российскую политическую партию, я имею в виду Единая Россия. И на примере своего Краснодара я хочу сказать, что волосы дыбом встают. Есть такая организация ООО «Краснодарводоканал», собственники которой находятся в офшорах, Виржинские острова и Кипр. Так вот, эта компания финансирует Единую Россию, как выявилось, ее кандидатов. Так сначала принимается повышение тарифов на 20%, потом спонсируется Единая Россия и в итоге замкнутый круг. Тарифы растут, правящая партия финансируется из офшоров и все шито-крыто. Мы предлагаем покончить с таким беспределом финансирования политических партий. Мы внесли предложение по кардинальной доработке правительственной стратегии ЖКХ до 2020 года. Мы не согласны с тем, что главная цель строительства стратегии – это воспитание чувства собственника у жильца, а финансирование, а ответственность государства в сфере ЖКХ. И мы здесь внесли целый ряд предложений по доработке правительственной стратегии. И мы хотели, чтобы она обсуждалась не только на региональной кампании, но и в ходе ближайшей думской сессии. Ключевая законодательная инициатива последних дней – это, Геннадий Андреевич сказал, новый порядок капремонта. И мы, кстати, предлагаем гражданам подписывать петиции в прокуратуру на основании этого законопроекта и требовать, почему государство не профинансировало капитальный ремонт как бывший собственник. И гражданам предлагаем приостановить уплату этих взносов до периода разборки данного заявления в прокуратуре. 85 на 15, Геннадий Андреевич сказал, вот это справедливое распределение между старым и новым собственником. Старый собственник государства 85% должно внести за капремонт. И более того, не более 5 лет уплачивать эти взносы. Мы восстали против безответственности, без деятельности правительства в сфере контроля над ценами на товары первой необходимости. Геннадий Андреевич уже говорил про закон на торговле, который нами внесен. Но кроме того, мы потребовали от правительства разработки конкретных мер. Мораторий на рост товаров, цены на товары первой необходимости закончился в апреле-майе. Дальше сети гонят цены вверх на 20-30% за последние месяцы. Единая Россия уже в комитете по ЖКХ на прошлой неделе высказала негативную реакцию по нашему предложению моратории тарифов на ЖКХ с 1 июля. В условиях, когда зарплаты упали реальные на 9%, цены выросли от 20% до 30%, никаких повышений тарифов на ЖКХ не должно быть. К сожалению, пока вот первая реакция Единой России негативная на наше предложение моратории. Законопроект о детях войны, Геннадий Андреевич говорил, мы опубликовали в своей газете Дума. Этот пускай граждане видят. И конкретные наши предложения по поддержке детей войны с финансово-экономическим обоснованием. Я думаю, что одна из битв в этой сессии осенней будет и законопроект о детях войны. И это должно быть принято на региональном уровне в ходе выборной кампании, на этом настаиваем. И буду завершать антирастовщический закон, внесен фракцией, опять заморожен в кабинетах. 730% годовых 2 миллиона человек граждан платят. Это что за проценты? Почему дурят так граждан и государство позволяет это делать? Фракция КПРФ восстала против этого, и мы требуем обуздать аппетиты расставщиков. Мы говорим гражданам, не платите эти, мы сделали специальную программу, которая позволяет контролировать расчет процентов. Государство не должно уходить из этой сферы. Вот это вот ключевые вопросы, на которых мы настаивали на обсуждении в ходе уже завершающейся предвыборной кампании. Уважаемые коллеги, действительно нам очень важно, чтобы те законопроекты, инициативы, которые выносят фракции КПРФ в Государственной Думе, получили народную поддержку. И мы такую поддержку получаем в ходе проведения избирательных кампаний, начиная от выборов глав регионов, законодательных собраний, органов местного самоуправления. Наша партия к этой избирательной кампании подошла в очень серьезном агентационном начале. Мы вызвали 20 кандидатов в губернаторы, причем в одном случае в Омской области, пройдя целый ряд судов вплоть до Верховного суда, удалось восстановить нашего кандидата Олега Денисенко. И в этом регионе, как и в порядке 10 регионов, мы реально не просто претендуем на хороший результат, но можем выйти во второй тур и победить на губернаторских выборах. Это в первую очередь Иркутская область Левченко, Ростовская область Коломейцев, Республика Мариел Мамаев, который вокруг себя объединил всю оппозицию, и мы уверенно идем на этих региональных выборах. Ижинская и Костромская область Кобузов, Роман Амурская область, один из самых наших молодых первых секторей, Шурчанов, Чуваши и целый ряд регионов. Даже в Еврейской автономной области наш депутат Государственной Думы Лазарев ведет эффективную кампанию, мы видим поддержку граждан. Мы, учитывая, что выборы пройдут в Государственную Думу по смешанной системе, впервые возвращаются одномандатные округа, мы в работе по выборам депутатов законодательных собраний субъектов Российской Федерации уделили этому направлению важное место. Мы выдвинули практически во всех одномандатных избирательных округах своих кандидатов и считаем, что по сравнению с прошлыми выборами в этом плане мы получим большую поддержку. Ну и, конечно, муниципальный уровень. Партия сильна своими структурами, местными первичными организациями. У нас более 15 тысяч кандидатов зарегистрировано на муниципальных выборах. Кстати, очень много среди этих кандидатов наших молодых ребят и девчонок, которые пришли в партию, много общественников. То есть мы идем такой сильной, хорошей командой. Хотел бы сказать, что в ходе избирательной кампании, конечно, фиксируются нарушения, мы чувствуем серьезное давление властей, но особенность этой избирательной кампании заключается в том, что эти нарушения в большей степени спустились на муниципальный уровень. Вот если назвать несколько регионов, которые звучат по всей стране, где партия почувствовала серьезное давление, это в первую очередь выборы в столице субъектов Российской Федерации. Была попытка снятия списка КПРФ со стороны партии спойлеров в Казани. Мы смогли доказать свою правоту. Серьезный накат на партию был в Нижегородской области, он продолжается. Была попытка снятия не только списка Нижегородскую и Городскую Думу, но и 20 кандидатов во всех муниципалитетах. В 19 случаях, опять пройдя всю процедуру судебную, мы смогли доказать свою правоту. Наша команда идет на очень высокий результат, на победу в этом регионе. Кстати, могу сказать, что суды районного уровня часто принимали совершенно неправовые решения, когда один и тот же судья выносил в разные дни диаметрально противоположные решения по одному и тому же иску. Мы сейчас видим, на какое серьезное давление оказывается на наш партийный список в Ульяновской области. Помимо того, что первые номера неожиданно достали партии спойлеры, так сейчас проходит процедура досрочного голосования. В целом, федеральные установки со стороны руководства государства говорили о необходимости, чтобы через досрочное голосование на дому не меньшее количество избирателей приходило. Но в местах никто такое впечатление не слушает федеральный центр. Вот я вам могу привести пример фоксограммы за подписью заместителя председателя правительства Ульяновской области. Руководителям всех ресурсоснабжающих организаций просьба дать конкретные списки с фамилией, имя, отчеством, датой регистрации, кстати, персональные данные, в штаб по подготовке проведения выборов в Ульяновскую городскую думу, кто пойдет на досрочное голосование. Я так подразумеваю не только по ресурсоснабжающим организациям, но и по другим. Там идет очень жесткая кампания, у нас там яркий лидер. По Межгородской области, тоже не получив поддержки в судах, началась грязная кампания против наших кандидатов. Там один из лидеров списка, Александр Петрович Тарнаев, депутат Государственной думы. Значит, целый ряд публикаций. Совершенно надуманные предлоги, но все равно давление. Где-то у нас есть случаи и физического воздействия на наших кандидатов. Павлова, Нижегородская область. Также досрочное голосование. После приезда Геннадия Андреевича в Нижний Новгород, после встреч с руководством, посещения председателя избирательной комиссии области, где было поставлено жесткие требования соблюдать законодательство. Это досрочное голосование удалось отбить. Но я хочу сказать, партия выставляет на 33 тысячи избирательных участков по всей стране около 70 тысяч наблюдателей и членов комиссии с правом посещательного голоса. Причем в наиболее сложные регионы мы привозим более тысячи наблюдателей из соседних регионов. Понятно, что это люди квалифицированные. Многие из них имеют юридическую и журналистскую подготовку. Мы будем добиваться, чтобы выборы прошли честно, прозрачно, и чтобы злоупотребление местных чиновников не привели к тому, чтобы результаты были фальсифицированы. На самом деле эти выборы стали незаконны. Хотя, если такие случаи будут, наша партия будет добиваться справедливости, используя все методы, начиная от улицы и заканчивая судами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова